Мужчина с задумчивым лицом Юрий Сидорин. Себя он называет писателем. Правда, где почитать книги этого автора не ясно. В секрете это держит и сам Юрий. Вы писатель, да, я так понимаю? Писателем может быть каждый из нас, правильно? А у вас издавались какие-то работы, где их можно почитать? Мы же с вами договорились, один вопрос. Но свою славу Сидорин уже приобрел. Правда, как осужденный по уголовному делу о мошенничестве. Под предлогом написания книги о трудовом и ратном прошлом наших земляков, мужчина приходил в гости к пожилым волгоградцам. Но не бескорыстно. У пенсионеров после визита автора неизданной работы пропадали личные вещи. Хотя Сидорин уверен, это были подарки. При каких обстоятельствах на статуэтке в виде девочки? Как оказалось в ваших руках? Насколько я знаю. Мне эта женщина ее подарила. А вот в многочисленных заявлениях в полицию о бескорыстных дарах и слова нет. Уголовное дело на Сидорина возбудили. И даже осудили на два года тюрьмы. Но с решением суда лжеписатель не согласился. При этом пришел только на второе обжалование приговора. А после того, как узнал, что прокурор ходатайствует увеличить срок до трех лет, почувствовал недомогание. Даже скорую пришлось вызвать. Юрий, как состояние здоровья? Комментарий сможете дать? Ну хотя бы что с вами случилось? Давление 200 на странице. Не надо ничего рассказывать. Сидорина увезли в больницу и так и оставили под подпиской о невыезде. При этом заявления в полицию от обманутых пенсионеров продолжают поступать. Но даже находясь под следствием, подозреваемый продолжает свои визиты по ветеранам, заслуженным волгоградцам, общественным организациям и музеям. И ранее при обыске в квартире коллекционеры-оперативники обнаружили десятки таких предметов, происхождение которых задержанный не смог объяснить. По службам списка Юрия Сидорина более десятка мошеннически присвоенных вещей. С виду мелочи, пепельницы, статуэтки, фотографии. Но для их владельцев они дороги не ценой на рынке. К примеру, у пенсионерки Евгения Яковлевны после визита лжеписателя пропала не просто металлическая статуэтка «Родина-мать». Память, что она жизнь нам дала, спасла. У нас до войны, я жила на Таргаре, в конце Ордатовской. И когда началась война, то у нас на стенке висела «Родина-мать». За Родину. Такой плакат. И вот эта Родина для меня спасла. Я трижды под смертью была, но спасла. Пенсионерка пропажу обнаружила через несколько дней после визита мошенника. По фотографии женщина опознала лжеписателя. Правда, в этот раз Сидорин подошел к процессу творчески. Представился другой фамилией. Представляется Сидорином Юрием Анатольевичем. Садельев, это я хорошо. Я записала. Писатель, журналист. Даже не сомневаюсь. Как оказалось, Сидорин не только журналист и писатель, но и составитель каталогов и член общественной палаты. Именно с такой легенды он ходил по музеям Волгограда. Он пишет книгу для Чемпионата мира, делает, вернее, опись для Чемпионата мира по футболу. Значит, ну, некий каталог составляет, где есть какие-то достопримечательные места, которые бы можно было показать гостям нашего города. Каталога, где Сидорин был бы соавтором, работники музея так и не увидели. При этом у Александра Скоробогатова, члена Русского географического общества, пропали фотографии из личного архива. Прадед-историка привез их из заграничного плавания во время русско-японской войны еще в начале прошлого века. Ну, и он заинтересовался этими фотографиями. А вот это сканы, а есть ли подлинники? Говорю, да, есть подлинники, они у меня дома хранятся. А вы не могли бы мне их принести? Говорю, а зачем? Я хочу с ними поработать. Говорю, ну, я могу скан версии предоставить. Нет, мне нужно обратную сторону, потому что раньше фотографии делали на таких, на паспорту, на картоночках, знаете, а там были имена этих самых фотоательей, адреса. Гастролировать по квартирам и музеям для Сидорина не в новинку. В прошлом году он уже был осужден на год условно. Тогда Сидорин, также представляясь писателем, присвоил себе более 20 нагрудных значков и медалей. Возможно, совсем скоро Юрий Сидорин поменяет персонажей для своей книги. 30 ноября состоится очередное судебное заседание. Лжеписателю грозит три года колонии общего режима.